Всем привет! Давно хотел создать такую рубрику на канале, в которой буду просто общаться на камеру и делиться своими мыслями. Однако все время откладывал запись первого видео и вот только сейчас, наконец, решился записать его. У каждого в жизни наступает такой период, когда начинаешь пересматривать свои приоритеты, ставить при собой новые цели, задаваться вопросом, как изменить свою жизнь. Этот период, конечно, очень важен, чтобы понять, куда двигаться и найти свою точку роста, но также важно в нем надолго не задерживаться, иначе можно сострять на долгие годы, а потом уже разочаровавшись себе по течению оставшейся жизни. Как часто мы обещали себе начать жизнь с чистой страницы, однако не начиная ни сегодня, ни завтра, ни послезавтра, скрывая все это под красивой картинкой, что мы ждем какой-то идеальный день, который никогда не наступит. Тем самым изо дня в день мы только отдаляемся от нашей мечты, все потому, что мы скрываем за этой красивой картинкой ожидания ряд проблем, которые скрываются внутри нас. Но только поняв, что за проблемы нас останавливают, и признав их в себе, мы сможем их побороть и начать действовать. Я выделил пять причин, по которым мы так и не начинаем ничего менять. Причина номер один. Мы руководствуемся слишком абстрактными целью. Когда мы говорим себе, что хотим изменить что-либо в своей жизни, мы зачастую не представляем конкретного результата, которого хотим достичь. Мы просто выделяем это как тезисы. Мы хотим стать красивыми, хотим стать здоровыми, хотим стать богатыми, но не имея в виду под этим как критики. Как известно, если у тебя размытые цели, то у тебя и размытые действия. Поэтому очень важно выделить конкретную цель, ее представить для себя и уже отталкиваться от этого. Из первой причины выникает также и вторая. Это отсутствие плана. Когда мы поставили перед собой уже четкую цель, мы боимся к ней притрагиваться, ведь воспринимаем ее как нечто огромное и трудновыполнимое. Хотя, если мы разобьем эту стену на множество маленьких кирпичиков, мы сможем понять, какие действия нам следует совершать и какие маленькие победы мы будем получать на этой дороге. Тем самым это будет нечто вроде игры, в которой мы выполняем уровни и получаем за это достижение. Поэтому очень важно построить такой план и ему следовать. Причина номер три. Мы оправдываем свою лень отсутствием мотивации. С детства нашими мотиваторами были наши родители и учителя, которые заставляли нас действовать. Однако, когда мы уже выросли, эти функции мы взяли на себя, хотя до конца еще и не готовы заставлять себя делать что-то специально. Вообще, можно выделить два вида мотивации. Первая мотивация — это та, которую мы сами ставим перед собой для достижения цели. Это, так скажем, искусственная мотивация. И вторая мотивация — это которая перед нами ставит жизненные обстоятельства. Чем не отличается? Когда мотивацию перед тобой ставит жизненные обстоятельства, у тебя есть только два пути развития. Либо пойти вверх и победить эту ситуацию, стать лучше, либо проиграть. Причина номер четыре. Это неуверенность в себе. Она возникает при вечном сравнивании себя с другими людьми. Причем этих других людей мы представляем как нечто идеальное, лишенное всяких недочетов. В современном мире очень важную роль в этом играют социальные сети, которые транслируют исключительно красивую идеальную картинку из жизни. Хотя в действительности мы нечасто такое встречаем. Когда человек неуверен в себе, он заранее обречен на провал. Он воспринимает свои победы, достижения, как просто воля случая, а не действительно заслуженные победу. Это известно как синдром самозванца. От этого синдрома самозванца и неуверенности в себе важно избавляться. Это можно сделать несколькими способами. Например, можно вести дневник, в котором записывать свои успехи и неудачи. Тем самым здраво оценивать свою проделанную работу. Или можно прокачивать те аспекты, в которых вы чувствуете себя не до конца уверенно. Самое главное в этой проблеме не сидеть, сложа руки и выходить из зоны комфорта. Тем самым расширяя свой круг возможностей. Пятая причина вытекает из неуверенности в себе. Она заключается в потребности постоянной поддержки и одобрения со стороны окружающих. Конечно, человеку очень важно общение с другими людьми и оказывать другим людям поддержку. Однако в вопросе саморазвития, достижения своих целей это довольно спорный момент. Я планирую создать серию роликов на данную тему по типу дневника роста, в котором буду рассказывать о саморазвитии, достижении целей, полезных привычках и просто об усиденной жизни. Поэтому, если вам будет интересна такая тема, то подписывайтесь на канал. Будем расти вместе и развиваться. Редактор субтитров А.Семкин